Хочу поприветствовать, я буду коротко и скажу только одну такую мысль, хочу ее провести сквозь свое выступление. Никто меня не переубедит, что основой развития футбола является тренерская мысль. К сожалению, к моему большому, после того, как Вячеслав Иванович Колосков покинул пост президента Российского Футболного Союза, тренерская мысль выдавливалась из развития футбола, с каждым годом все интенсивнее и интенсивнее. Могу привести такой пример, что за этот период времени было очень много попыток написать программу по развитию футбола. У наших ведущих специалистов, тренеров, которые действительно кроме потом впитали футбол и принесли его через себя, практически никто не обращался и не приглашал. Два года назад была попытка создать группу Министерства спорта, тогда Нагорных нас пригласил, мы создали группу, начали делать программу по развитию футбола. Но так это все и заглохло. И вот сейчас Юрий Павлович говорил о испанском опыте, да, есть еще немецкий опыт, итальянский. Я вот в силу с этой сейчас являюсь членом исполкома объединения тренеров Европы и со своими коллегами общаюсь. Там очень простая схема развития игры. Есть национальная федерация и есть объединение тренеров. Федерация делает заказ объединению, которое начинает и готовит все программы. Вот Германия, самая успешная в развитии детской умской футбол за последнее время, там определяющей ролью играют тренеры, которые как раз и занимаются развитием. Вот недавно я был на симпозиуме, который был посвящен, как декларировалось итогом чемпионата Европы. Но там чемпионат Европы уделили 45 минут. Все остальное время ушла в дискуссии, как дальше развивать футбол. Немцы говорят, мы проиграли, мы не выиграли. У нас, значит, не все в порядке. И вот тренеры, общаясь между собой, спорили, дискутировали, в каком направлении должен идти детский футбол. Они сейчас выделили дорожную карту, которая предусматривается как в виде серпантина, и говорят, в детском футболе шутить нельзя. Чуть влево, в обрыв, чуть вправо, в гору. Вот как там подходит футбол. А мы все говорим, почему у нас нет. Да потому что тренеров не привлекают к развитию игры. Приведу вам один пример, коротенький. Да, была очень большая надежда на то, что в декабре месяце, когда состоялся президентский совет по футболу, и мы все надеялись на то, что там будут действительно сдвиги какие-то, на это совещание ни одного тренера не пригласили. Через некоторое время прошел такой же совет по хоккею. Я смотрю, сколько сидят тренеров-хоккеистов, которые отвечают за это дело. Как мы можем развивать футбол, когда специалистов не приглашают? И это вина федерации прежде всего. Поэтому я искренне надеюсь на то, что 24 сентября состоятся выборы, и в голове российского футбольного союза ставит профессиональный человек, который душой болеет за футбол, который прошел огонь, воду, медные трубы, у которого есть серьезная программа. Некоторые здесь уже говорили на эту тему. Да, она может быть дискуссионной, есть вещи, с которыми мы можем поспорить, но там есть зерно, от чего можно оттолкнуться и к чему, несомненно, надо прислушаться. А детали, так или так, это все, как будем говорить, не основные вещи. Поэтому очень надеюсь на то, что общественность и футбольная, и только футбольная поддержит нашего кандидата, который выдвинул объединение отечественных тренеров. Спасибо за внимание.